у нас тут лежит собака в качестве подушечки берем белка три орешка вешаем сумку через плечо чтобы неповадно было машину бить стекла и лезть сюда хотя вот остался еще этот еще остался этот кейс но сейчас мы спрячем а то подумают что тут деньги а тут как они у про лежит и более ничего и будут фигачить забыл что надо мусор выбросить вот так вот съемки идут не только я на прогулке ну и пошли снег подтаивает погода мягкая и это хорошо а 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 Где я Кладу орешки Кто-то их ест Кто ест Я так и не видел Вот оно дерево Как видим здесь особо Снег не тронут Сюда никто особо не ходил Кроме меня И вот здесь лежат орешки Вот оно 5-3 То что я оставил Нету Разлом дерева Видите какая древесина Какая-то Древесина Но совершенно Не так Как она должна быть Вот именно она вся Изъедена грибком Ледниковая горка Детки Скатываются с нее И он с того спуска С того спуска Поинтереснее будет катиться Но надо управлять Ну это просто А тут вообще опасно Вот эту проволоку Врежешься Вот мой маршрутик По которому я нарезаю Свои километры И собираю свое Пусть громко сказано будет Здоровье Чтобы все ходилось И было В нормальном состоянии Еще одна горка Поступил такой вопрос Как сделать талию потоньше Убрать живот Ну существует конечно Масса различных Упражнений Масса различных Методов Рекомендаций Как это сделать И можно даже сказать Что и все они работают Но не все Выполнимы А именно В плане Ежедневного применения То там спортзал нужен То еще какое-нибудь там Средство То еще что-нибудь И здесь важно понимать Что вот как раз Что вот как раз у нас Жирочек Который скопился Он подразделяется На два вида На тот кто внутри Который внутри И тот который Снаружи Под кожей И в основном Когда живот дует Это говорит о том Что скапливается Внутренний Висцеральный жир Вот Против него Хорошо подходит Такое упражнение Как оно называется Удьяна банха И я вам его покажу То есть Втягивается живот Задерживается На некоторое время Дыхание И в результате этого Возникают такие процессы С обильным Выделением Жара в организме И вот этот вот Жар как раз и способствует Потому что Начинает Потихонечку Сжигать Этот внутренний жир Ну естественно Надо и питание Хоть как-то Придерживаться Поменять Более-менее Потому что То что вы Сожжете Дорогу И опять Найдите Внешний жир Внешний жир Даже на голоде Уходит Очень трудно То есть Тут должны быть Большие сроки Голодания И В основном Это происходит После голода Если вы Придерживаетесь Питания Он начинает Таять Особенно Там на боках Вот Как же В этом деле Поступать В этом деле Очень хорошо Из физических Упражнений Это Обыкновенная Ходьба Ходьба Должна быть Хорошей Такой Подложительностью Где-то Примерно Часок Вот Такого Такой Длительности Ходьба Она хорошо Влияет И на Внутренний Жир И на Внешний Жир То есть Он начинает Потихонечку У вас Тает Двигательная Активность Добавляется А Питание Ну Примерно Такое Как было И начинается Процесс Стапливания Этого Жира Здесь Какие Параметры Естественно Чем вы Больше Ходите Тем Больше Будет Уходить Этого Жира Посмотрите На Бегунов Длинных Дистанций Среди Них Нет Ни Мускулистых А тем Более Толстых Все Они Такие Поджарые Как Гончие Псы Это Как раз То Что Надо Для Того Чтобы Ну Показывать Результат И Такое Телосложение Создается В результате Движения Ну Здесь Опять Таки Вы Не Будете Ходить По Пять Часов В День Для Того Чтобы Сбросить Вот Выбирайте Оптимальную Нагрузку Оптимальная Нагрузка Это Примерно От 40 Минут До Часа И Потом Если Есть У вас Желание Такое Большое То То В первой Половине Дня Во второй Половине Дня Еще Разок Делайте 30 Или 40 Минут То Важно Понимать Что Сначала Организм Во Время Ходьбы Он Как бы Разгоняется То Есть Настраиваются Процессы Откуда Что Будет Браться В Смысле Энергия Вот А потом Грубо говоря Минут Через 15 20 Процессы Включились На Нужную Так Сказать Мощность И Начинается Расходование Вот Этого Жира Вот Если Вспомнить Вот Я На Скидку Привожу Дженнифер Лоперс Поправилась Да Со Своими Такими Чудесными Формами После Родов Что Она Сделала Она Сначала Начала Добавлять Физическую Нагрузочку Физическая Нагрузочка Дала Свой Результат И Сброс Вес Остановился Далее Она Добавила Питание Что За Питание Надо Сделать Для Того Чтобы Понимаете Вот Вы Можете Придержаться Питанием То есть Масса Рекомендаций Масса Всяких Методик Там Посидеть На Кефире За Неделю Сбросить Сток За Три Дня Сток За Месяц Сток И так Далее Да Они Все Работают Но После Того Как Вы Сбросили Возвращаетесь К своему Прежнему Питанию И Понеслось Вы Набираете Еще Больше Чем Сбросили Поэтому Здесь Вот Надо Вот Эту Золотую Середину Выбрать А Именно Я Наблюдаю Что Простая Простое Изменение Питания В сторону Его Раздельности Салатик Мясо Салатик Кашка То есть Все делается Через Салат Способствует Тому Даже Мясо С овощами Без Хлеба Картошка Значит С овощами Без Мяса Вот Поменьше Различных Там Этих Соусов Ну Желательно И жидких Блюд Там Типа Супов Борщей Они Нужны Но Сократите Их Два Раза Уже Способствую Станову Что Именно Вот Фигурка В раз Приобретает Нормальные Пропорции Нормальные Очертания Нормальные Размеры Вот Это Будет То Что Надо Еще Разок Заострю Ваше Внимание Если Вы Просто К чему То Решили Сбросить Какой-то Дате Там К Новому Году К весне Там Еще К чему-то Еще К чему-то Вес Вы Можете Сбросить Применив Ту или иную Методику Но Важно Удержать 95% Этого Не могут Сделать Потом Они Еще Поправляются Больше Раза Два Три Вот Такой Процесс Вы Запустили Ага Сбросил Набрал Сбросил Набрал И Все Дальше Процесс Становится Неуправляем Вы Наберете И Ничего Не Сбросите И Вот Тут Важно 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 Опять-таки Самодисциплина Самоограничение Разумное Ограничение Еще раз Говорю Чтоб Вы Это Могли Выдержать В течение Всей Последующей Жизни Да Какой-то Компромисс Между Слишком Такой Встроенной Фигурой Когда Хотелось бы Показать Кубики И мубики И все Там Такое И между Такой Большой Фигурой Вот Выбирайте Среднее Которую Держать Легче Всего Это Это Лучше Всего И полезнее Всего Для Здоровья Да Еще Запомните К зиме Идет Естественно Поправление Набор Веса Потому Что Это Такое Природная Закономерность Зиму Надо Пережить Это Суровое Время Вода Поэтому Запасается Такая Масса Жирочек Меньше Мерзнете И Есть У вас На случай Каких-то Экстренных Случаев Энергия Чтобы Расходовать Ну Допустим Там Это Сейчас Тут Кругом Продуктом Завались А раньше Поели В феврале А в марте Есть Нечего Вот Так что Из всего Что я вам Вот Наговорил Наговорил Значит Качание Пресса Ну В какой-то Степени Эффективно В какой-то Степени Эффективно Здесь Для того Чтобы мышцы Выделялись Но Опять-таки Если вы Не будете Не в питании Не придерживаться Не Не в двигательном Режиме Нормальном Толк Будет Какой-то Минимальный Так Чтобы Ваше Время Не Не Забирать Кратенько Подведу Итог Первое Вот что Я делаю Это Раздельное Питание Второе Это Поменьше Вот Сладкого То есть Сахара Приучиться К другим Несколько Вкусовым Ощущениям Пусть Это будет Сухофрукт Это Нормально Вот Значит Раздельное Питание Я сказал Это Как раз Именно То Что Ну Даже С тем Объемом Пищи Которую Вы Принимали Просто Разделили И вот так Вот На Раздельные Приемы Оказывается Достаточно Чтоб В некоторых Случах От Пяти До Десяти А то Пятнадцати Килограммов С вас Слетела То есть Организм Начинает Работать Совершенно По-другому Далее Рекомендация Для Рез повышенных Весом Это Обязательно Физические Упражнения В виде Самого Простого Ходьбы А говорят Там Колени Летят Еще Что-то Еще Что-то Ну Начните Главное Начать Вес Дальше Пойдет Вес Дальше Пойдет А колени Могут И укрепиться А то Тут Вес Большой Колени Полетят Никакого Хрена Было Разъедаться Так Нас Встречают Друзья Аборигены Видите Какие Они Стройные У них Естественный Свой Собственный Вес Свои Собственные Формы Тела Почему Да потому Что Они Едят То Что Надо И все А видите Она так Более Менее Поправленная Потому Что Есть Есть У них Вот этот Как раз Природный Фактор А именно Что На Что На Ну Иди Ко мне Хороший Что Надо На зиму Набрать И они Набрали Височек И это Это Для Них Отлично И Красиво Вот Значит Раздельное Питание Двигательная Активность В виде Ходьбы От 40 До До Часа За Один Разочек Вот И И вес у вас пойдет Как изнутри Так и снаружи И здесь надо настроиться На работу Не то что Она у вас Знаете Там грубо говоря За неделю Сдвиги Произойдут Организм только Начнет Настраиваться Примерно Через Неделю Вы какие то Первые Результатики Получите А именно Что У вас там Ну как то Полегче Стало вам Наклоняться Одежда Стала Так сказать Слегка Уже не так Плотно Облегать Вот А основное Развернется Через 3-4 Недели Пойдет Височек И дальше Начнет он Идти Чем быстрее Вы сбрасываете Вес Тем Это больше Нагрузка На организм Он имеет Своё собственное Сознание Он пугается Обмен веществ Меняется И потом Когда вы Возвращаетесь Или думаете Всё это хватит Он Быстренько Восстанавливает И сверх Восстанавливает То что Было Сброшено Ну а Вот эту Удьяну Банху Я вам покажу Она очень Эффективна И некоторые Специалисты Говорят Надо не столько Пресс Качать Как заниматься Вот этой Штукой Которая Которая Как раз Вот Поднимает Наши Внутренности Запускает Энергетические Процессы Особенно Сильно Теплотворные Вот И Ваш Животик Делает Нормальным Некоторые Применяют Голодание Но Всё это Дело Закрепляется Закрепляется Последующим Правильным Питанием Без этого Вес только Растёт Ну вот Примерно И всё Что я хотел Рассказать По поводу Нормализации Массы Тела Рассказать